С капризами ребенка приходится сталкиваться всем родителям. Но как с ними правильно бороться? Опытный психолог и мама троих детей Нелли Куприенович знает, что дело, чтобы малыш успокоился и перестал подобным образом привлекать к себе внимание. Каприза – это вообще, наверное, такой способ взаимодействия детей с родителями. Скажем так, мужчина с женщиной могут контактировать с помощью флирта. А ребенок с родителями – с помощью капризов, манипуляций. Как и все дети, маленький Семен иногда может покапризничать. Чтобы поскорее вывести малыша из такого состояния, лучше переключить его внимание на что-то интересное. Палатку сейчас достану, тебе будешь прятаться в палатке. Договорились? Да? Хорошо. Теперь Семену не до капризов. Он полностью вовлечен в процесс. Через игру ребенка мы из капризов-то и вывели. Часто маленькие дети капризничают, когда хотят во что бы то ни стало заполучить новую игрушку. В магазинах иногда можно видеть такую картину. Ребенок устраивает истерику, а мама, чтобы не привлекать внимание общественности, идет у него на поводу и покупает желанную игрушку. Но это самая большая ошибка. Самый верный способ – это игнорировать негативное поведение. То есть если мама молча, не обращая внимания, пойдет дальше в отдел, не знаю, косметики, порошков стиральных или там каких-то женских штучек, ребенку ничего не останется, как встать и побежать искать маму. То есть ребенок таким образом он переключается. Дети любят капризничать, когда и заставляют делать то, что им не нравится. Складывай в корзинку, бери. Если ребенок наотрез отказывается что-то делать, надо любыми способами заинтересовать его, чтобы процесс доставил ему удовольствие. Есть хитрости. То есть можно ребенка учить быть дрессировщиком игрушек. Мы будем сегодня играть в цирк. Давай будем дрессировать машинки. Машинка, оле, о! Или, например, машинки можно укладывать все спать, потому что машинки долго игрались, они устали, им надо отдыхать. Теперь другое дело. Малыш сам с удовольствием убирает игрушки. Главное – не заставлять ребенка что-то делать силой и не наказывать его. Никогда нельзя, например, наказывать работой, едой. То есть я тебе тогда, например, не дам конфету. Также нельзя говорить, что ты убери, и я тебе дам конфету. Тогда у ребенка формируется что? Я буду что-то, если я что-то сделаю, мне обязательно что-то должны дать. Некоторые психологи считают, что дети часто капризничают, когда не чувствуют эмоционального контакта с родителями. Поэтому побольше уделяется ребенку внимания. Ребенку, на самом деле, много не надо. Вот 15 минут в день просто вот выше крыши ребенку. Но это должны быть эмоционально насыщенные. С ним можно поиграть, не знаю, в какие-нибудь щекотузьки. В догонялки, в прятки, в машинки, в индейцев-ковбоев, там, не знаю, в какие-нибудь там куклы-маскарады. Вот 15 минут и все. Обязательно закрепляйте хорошее поведение ребенка похвалой, но игнорируйте поведение, которое вам не нравится. Не кричите на малыша, даже если у вас уже нет сил слушать его истерики, ведь он может копировать ваше поведение. Не говорите просто «нет», а объясните, почему нельзя, и тогда вы справитесь с проблемой. А если капризы ребенка вошли в привычку, лучше обратиться за профессиональной консультацией к специалисту. Диана Галик, Сергей Курков, Утро Студия, хорошего настроения.